Всем большой привет! Это уже второе видео, которое я снимаю сегодня, но подумала я, что пока есть запал, пока есть время и желание снимать видео, то нужно это делать. Поэтому сейчас я сниму для вас видео с впечатлениями от поездки в Коста-Рику и с какими-то практическими советами. Скорее всего, видео получится длинным, потому что есть много что рассказать, много что прокомментировать, много какие советы могу вам дать. Поэтому, если вы не любите длинные видео, то выключайте. Или же, если вам неинтересна эта тема, то тоже выключайте, я не обижусь. А тем, кому интересно послушать про наше путешествие в Коста-Рику, вообще об этой удивительной стране и какие-то, возможно, советы, я знаю, что есть зрители, которые собираются туда, то тогда оставайтесь. Итак, первым делом, что хочу сказать, если вас забанили в гугле, немножко расскажу об этой стране Коста-Рика. Коста-Рика находится в Центральной Америке, то есть у нас есть Северная Америка, Канада, США, Мексика. И следом за Мексикой, Южной Мексики, Центральная Америка. В нее входит несколько стран. И, соответственно, Коста-Рика находится на территории между Панамой, с которой она граничит по южной части, южная и западная границы с Панамой. И северная граница со страной Никарагула. В Коста-Рике проживает всего около 4,5 миллионов жителей, то есть достаточно маленькое государство. Справа, в общем, с восточного берега у нас Коста-Рику омывает Карибское море, а с левого берега, соответственно, западного берега Тихий океан. И страну пересекает посередине такая кордельера, то есть горная цепь, которая, в общем, определяет климат в стране. Ну, о климате чуть позже. Во-первых, когда мы едем в Коста-Рику с вами, мы должны себе четко представлять, что в Коста-Рике у нас нет как такового разграничения на зиму и лето, как во многих странах, в большинстве странах мира. В Коста-Рике есть сезон сухой, или же его еще называют высокий сезон, если в туристическом смысле говорить, и сезон влажный, то есть низкий сезон. Мы ездили в Коста-Рику в сентябре, это считается низким сезоном, то есть сезоном повышенной влажности. Что это значит? Сухой и влажный сезоны различаются количеством дождя, естественно, количеством осадков, которые выпадают на территории Коста-Рики. Это не значит, что если вы поедете в сухой сезон, то дождя у вас не будет, совершенно нет. Скорее всего, он будет у вас идти, но значительно меньше, чем это в мокрый сезон происходит, в влажный. Например, нам рассказали местные жители, да, кстати, государственным языком является испанский, на нем говорит все население Коста-Рики. Некоторые жители Карибского бассейна, то есть территории Карибского моря, прилегающей к Карибскому морю, как первым языком владеют английским. Он немножко странный такой, креольский английский, но, в общем-то, английский. И на английском говорят во всех туристических местах, то есть куда бы вы ни поехали, если вы не знаете испанского, то английский, они владеют замечательно. Так вот, вернемся к тому, что нам сказали местные жители. Местные жители нам сказали, что если бы мы приехали в октябре, то такая картина, что три дня подряд идет дождь с утра до вечера, это нормально. То есть, когда местная женщина сказала, иногда у меня такое ощущение, что я покрываюсь мхом, то есть, ну, мхом и грибком, потому что, когда идет дождь несколько дней подряд, а еще влажность, воздух очень высокая там, то действительно есть такое ощущение. Ну, в общем, высокие и низкие сезоны можете посмотреть на интернете, обычно там варьируется плюс-минус месяц, но обычно это так, где-то с конца августа по декабрь, даже, наверное, с конца июля, может быть, по декабрь, это у нас влажный сезон. С декабря по, соответственно, следующий, да, конец августа, в смысле, по июль до лета, до лета, это сухой сезон. Естественно, как я уже сказала, это значит, что в сухой сезон у вас будет меньше дождей, чем во влажный сезон. Мы были в сентябре, сезон был влажный, за две недели полные, что мы были на Коста-Рике, или даже 15 дней мы были. Дождь шел практически каждый день, но так, чтобы он шел долго, это было два дня. Все остальное время дождь шел либо ночью, либо он шел полчаса и прекращался, то есть совершенно никак на нас это не повлияло негативно. Но зато повлияло позитивно в том плане, что туристов было достаточно мало. Нам сказали, что в декабре, когда самый высокий сезон считается в Коста-Рике, когда больше всего народа ездит в Коста-Рику, в декабре просто не протолкнуться на улицах туристических городов, каких-то городов, где есть отели, народу очень-очень и очень много. Туризм составляет одну из самых важных строк экономики Коста-Рики. Туризм в основном американский, из Соединенных Штатов Америки, Канады. Туризм, местный тоже есть туризм, то есть местные жители выбираются в разные части страны. Или же туризм латиноамериканский, другие жители Латинской Америки приезжают в Коста-Рику. И также европейский туризм. Мы видели просто кучу испанцев, очень много испанцев. Да-да, вопрос о кризисе, да, испанцы, они в кризисе, они погрязли в кризисе, никуда не ездят, видите, только полку Старики заполнена испанцами. Ну да, лирическое отступление. Много испанцев, много голландцев, немцев. Русских практически не видела, видела пару человек от силы. Дальше, я иногда буду посматривать у меня тут блокнотик. Мы с вами выбрали сезон, в который мы хотим и можем ехать. Но за погоду не переживайте, в том плане, что холодно не будет. Холодно бывает только в высокогородных частях страны, то есть по центральной вот этой кордильере. Если вы поедете, заедете в какую-то деревню, в какой-то город, останетесь там на день, на два, туда, да, возьмите с собой какую-то теплую кофту, теплую курточку, ну не очень теплую такую, более-менее, которая вас укроет от холода. А так температура воздуха очень приятная, вот мы были в районе 25-30 градусов плюс-минус, но очень высокая влажность. Итак, мы выбрали с вами сезон, дальше мы выбираем билет на самолет. В Коста-Рику удобнее всего, но, по крайней мере, для нас это было удобно, лететь прямым рейсом из Мадрида авиакомпании Берия, испанской авиакомпании Берия, прямой рейс до столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Нам он обошелся порядка 600 евро с человека, туда-обратно, без пересадок, то есть туда 10,5 часов, обратно 11, что-то такое. Очень отлично мы летели, туда был самолет немножко старый, обратно уже новый, с встроенными в каждое кресло экранами, ну кормежка там, не бог весь какая, ну ладно, это не так важно. Удобно летели, хорошо, все нормально, прямой рейс до столицы. Есть еще один международный аэропорт в Коста-Рике, в городе Либерия, но туда, по-моему, Иберия не летает. Как еще можно добраться до Коста-Рики? Я слышала, что голландская компания KLM, по-моему, так называется, летает в Коста-Рику, наверняка из Амстердама, я так себе могу представить, наверняка тоже прямым рейсом. Или же еще вариант лететь через Соединенные Штаты Америки, обычно это пересадка в Майами или что-то такое, обычно в Майами, да. Не знаю, какими авиакомпаниями, могу себе представить, что какая-нибудь Дельта или что-нибудь такое. Тоже так люди ездят, но тогда вам, наверное, нужна транзитная виза в США или что-то в этом духе. Мы летали Иберии и, в общем, ценовой политикой и самим рейсом остались довольны. Далее, что может еще быть интересное в Коста-Рике? В общем-то, на мой взгляд, это просто неправильно и некорректно думать о Коста-Рике, как о такой типичной пляжной стране, то есть, как, например, Доминиканская республика, в которую ездят люди, чтобы поваляться на пляже, пожить в отеле, все включено, может быть, там, выкурить марихуану или чего-нибудь такого. Ну, в общем, провести такой тюлений отдых, тюлений отпуск на пляже, потому что, как мне рассказывали, в Доминиканской республике делать больше нечего. Или там на Кубе, да, на Кубе, может быть, и есть что посмотреть, но, опять же, не так уж много достопримечательностей, которым можно посвятить время. Но Коста-Рика – это совсем другой случай, и я хочу вам сказать, что это все, что я говорю, это лично мое мнение, и это все, что я рассказываю, основано на нашем опыте поездки. Если у кого-то есть другой опыт поездки в Коста-Рику или опыт друзей и знакомых, то я ничего не имею против, я говорю только о том, как у нас было. Так вот, согласно нашему опыту, поездка в Коста-Рику, она не может быть никак воспринята в качестве пляжного отдыха, валяться на пляже две недели, никуда не вылезая. Это просто преступление. В Коста-Рику надо ехать, чтобы смотреть. Если вы посмотрите на карту Коста-Рики, вы увидите, что большую территорию, основную часть территории страны составляют заповедники и национальные парки. Вы представляете себе, что такое поехать в страну с такой богатой природой, богатейшей природой, и не посмотреть ничего, и проваляться все время на пляже? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нужно ехать и нужно объезжать страну. То есть, по возможности, побывать в разных точках, ну, у кого как позволяет время, деньги, финансы, здоровье, да, ну, хотя бы несколько остановок сделать. Маршрутов масса. Маршруты вы можете зайти, например, на форум Винского или на любой другой туристический форум, найти тематический форум Коста-Рики, там будет миллион вариантов маршрутов. На самом деле это не так важно. Обычно как бывает? Прилетаешь в столицу, в Сан-Хосе, кто-то останавливается там на ночь, мы, например, останавливались на ночь, потому что нужно было перестроиться на новое время. То есть, мы остановились, отдохнули в гостинице. На следующий день утром мы взяли машину и поехали в сторону, ну, на север, а дальше в сторону Тихого океана. Кто-то едет сразу в сторону Карибского моря, а уже потом переезжает в сторону Тихого океана. Это не так важно. Все зависит от вашего желания, от того, как вы сами спланируете свое время. Но хочу сказать, что по Коста-Рике удобнее всего передвигаться на машине. Вопрос транспорта, он не настолько остр. То есть, если вы, допустим, не водите машину, и у вас нет возможности поехать на машине, он не настолько остр, потому что в Коста-Рике прекрасно налажено автобусное сообщение. Причем автобусы это не разваливающиеся какие-то зилы, которые ездят, курсируют у нас между российскими городами. Это хорошие, комфортабельные, по крайней мере, с виду, снаружи автобусы, на которых вы за, в общем-то, относительно небольшие деньги доберетесь от одного города в другой.